Бывают ли кунгфуисты, которые готовы сражаться где угодно и по каким угодно правилам, чтобы доказать силу своего кунгфу? Оказывается, бывают! И на одного из самых известных из них мы посмотрим в этом обзоре. Привет, карающие рогом носороги! В этом обзоре, видео и идею для которого прислал мне мой подписчик, мы посмотрим на мастера кунгфу Шаолин из Афганистана, Эксана Шафика. Это боец, на которого часто ссылаются любители и последователи кунгфу, указывая на то, что этот человек доказал его боеспособность. Про него довольно мало информации, но главное, что нас интересует, это его реальные бои, а они есть и мы на них посмотрим. Поэтому, какой он мастер кунгфу или вообще кунгфуист, вы решите сами и поделитесь своим мнением в комментах. А вот, что про него рассказывают немногочисленные источники. Мастер кунгфу Эсан Шафик, мастер шаолинского кунгфу, а также чемпион Великобритании и Европы по боевым искусствам, родился в Афганистане. Эсан начал изучать шаолинское кунгфу у своего старшего брата, великого мастера Вахидулы Шафика, в возрасте 7 лет. Он преподавал традиционное кунгфу Шаолин по всему миру. У него было 6 школ кунгфу в Лондоне. Эсан также давал семинары по всему миру. Шафик изучал и преподавал кунгфу в течение 23 лет, участвуя во многих национальных и международных чемпионатах по боевым искусствам. Он провел 99 боев, 93 из которых выиграл. Участвуя в различных стилях боевых искусств, таких как кунгфу, карате, тэквондо, кикбоксинг, сэншоу и другие. Он был 5-кратным победителем в Великобритании и когда-то чемпионом Европы. Вот такие дела. Мастер шаолинского кунгфу из Афганистана, который выступал и участвовал в реальных соревнованиях. А сейчас мы посмотрим первый бой Шафика против тэквондиста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом бою Шафик показал отличную работу ног, ничем не хуже тэквондиста. Конечно, где-то это все было рядом. Обои били высокие удары ногами, обои делали вертушки, прыгали на 360, на 540 градусов. Ну а эпический нокаут, конечно, был красивенным. С этим не поспоришь. Хочется отметить, что Шафик не боится ударов и шел на сближение, на опережение, входил на короткую дистанцию, а не бегал. Ну, нужно отдать ему должное. Но теперь давайте посмотрим следующий бой против кикбоксера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом бою у Шафика была немного другая тактика Он уже не бил высокие удары ногами, не прыгал А чаще входил в клинч и бросал своего соперника, переводя в партер То есть эти соревнования мне больше напомнили какой-то рукопажный бой Но все равно он работал довольно интересно, как бы сближаясь, не боясь ударов и постоянно переведя в партер Я думаю, если бы было добивание, он бы закончил этот бой раньше Ну и финальной точкой и победой досрочной оказался его лоу-кик Который, наверное, тоже не очень слабый, если противник начал хромать после этого удара Сейчас я выскажу сугубо свое мнение Судя по боям, которые мы увидели Он был довольно хорошим бойцом С отличной техникой ног в стиле тэквондо и бросками в стиле ушу саньда Но в этих реальных боях я для себя кунг-фу не увидел Когда человек говорит, что он дерется в стиле кунг-фу Хочется увидеть то, что он показывает на тренировках Формы, стойку, какие-то интересные приемы, наподобие и хвост дракона, укус дикой пчелы, захват тюленя и тому подобное А мы увидели в бою хорошего бойца, который использовал стиль, наверное, армейского рукопажного боя С хорошими ногами и постоянными бросками в клинче Чем какие-то формы кунг-фу с тай-чи, с мягкими, плавными движениями руками То есть, что и подразумевает кунг-фу Даже его шаолинское направление подразумевает вот эту мягкость и взрыв из мягкости, переходя в жесткость А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментах Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями Пускай посмотрят на боевого кунг-фуиста А если ты хочешь рубиться не хуже, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках Продолжение следует... Продолжение следует...